Хе-хей, всем привет чуваки, с вами снова Бэмби И в этом видео я буду предаваться ностальгии Говорить о том, что раньше трава была зеленее, а небо голубее Ну и заодно расскажу про игру Dragon Age Origins Которая до сих пор является у меня одной из самых любимых игр Вообще знаете, по моему скромному мнению Большинство современных игр, тот еще попсовый эшлаг По сравнению с играми старыми Бывают конечно приятные какие-то исключения, когда выходят хорошие современные игры Но в большинстве своем современные игры требуют от игрока нажимания одной кнопки для победы То есть знаете, фокусируются на максимальной зрелищности И при этом не требуют от игрока вообще задействовать мозг Знаете, я таким играм вращение придавал На какой оси, я думаю, и сами догадаетесь Я уже как-то говорил, что если я захочу посмотреть кинцо То я схожу в кинотеатр Ну да ладно Dragon Age Origins же вышла в 2009 году Мне тогда что получается 20 лет было И в те времена игры еще были более-менее То есть еще не скатились до того уровня, где они сейчас находятся Ну это я все к тому, что сейчас первый Dragon Age у меня вызывает чувство приятной ностальгии Я вспоминаю о том, как я эту игру проходил аж несколько раз Причем всегда с интересом Вообще по жанру Dragon Age Origins является партийный RPG И люди, кто давно подписан на мой канал, думаю и так уже знают, что партийный RPG это у меня самый любимый жанр в играх Ну после авиасимуляторов, разумеется Ну тут как бы вся фишка в том, что хорошие партийные RPG обычно сочетают в себе очень сложную тактику и жанр фэнтези То есть казалось бы, сочетает в себе несочетаемое фэнтези и тактика Но это работает и работает очень даже хорошо на самом деле И Dragon Age является очень хорошей партийной RPG Я бы даже сказал, Dragon Age это, как по мне, идеальный пример того, как должна выглядеть классическая партийная RPG То есть в ней работают все механики именно так, как они и должны работать в играх этого жанра Ну и да, сейчас я говорю именно про первый Dragon Age Поскольку вторая и уж тем более третья часть это попсовый шелок, как по мне И про них я даже говорить не хочу, просто отвратительные игры А вот первый Dragon Age это просто шедевр, по моему скромному мнению Ну вот смотрите, поскольку Dragon Age это партийный RPG То мы в бою управляем группой из четырех персонажей У каждого персонажа есть свой класс И исходя из класса, данный персонаж имеет определенный набор умений и навыков Которые, в общем-то, и определяют то, что этот персонаж будет делать в бою И первым Dragon Age все персонажи занимаются именно тем, чем и должны, как я уже говорил То есть танк танкует, удерживая на себе основную толпу противников И время от времени закидывая контроль во врагов, которые пытаются переагриться на других членов отряда Задача киллера же заключается в том, чтобы лечить весь отряд И время от времени закидывать какие-то бафы, усиливающие людей в отряде Маг же заливает магический урон и осуществляет контроль неприятеля Поскольку в Dragon Age враги обычно нападают большими толпами Возможность осуществления крауд-контроля, так называемого То есть контроля целой толпы врагов, очень важна И при раскачке мага стоит именно на это опираться в первую очередь Ну а четвертый персонаж, обычно это Рога Просто стоит и чешет врагу спинку кинжалами Ну поскольку у Роги каждый удар в спину кинжалом считается критическим То есть задача этого персонажа нанесение постоянного физического урона То есть как я и сказал, вот есть у каждого человека в отряде своя роль И эту роль он выполняет именно так, как надо Я вообще настолько сильно акцентирую на этом внимание Именно потому, что у игр этого жанра частенько бывают с подобным проблемы А именно с балансом классов и с тем, что эти классы вообще делают То есть в других играх частенько бывает такое, что либо танк абсолютно бесполезный Танк не танкует, какой у него смысл тогда Либо бывает, что маги слишком перяпаны и просто выносят все живое своими заклинаниями Либо бывает такое, что Рога или слишком сильный, или слишком слабый Ну, как я уже сказал, у разработчиков игр в этом жанре частенько возникают проблемки Чтобы выдержать баланс между классами И вот в Dragon Age Origins баланс между классами, как по мне, выдержан просто... Мах, былысь ему! Я бы вообще эту игру приводил в качестве эталона того, как в партийных RPG должен быть выдержан баланс между классами Ну, а помимо этого, Dragon Age Origins радует игрока очень интересными и очень сложными боями На максимально возможной сложности, разумеется В общем-то, сейчас я как раз-таки играю на максимально возможной сложности Да и вам советую, если вдруг кто-то решит ознакомиться с этой замечательной игрой После моего видоса именно на максимально возможной сложности эта игра и раскрывается, как по мне Вообще, первые трудности начинаются с прокачки, поскольку имеется замечательная возможность героически себе запороть все прохождение Просто неправильно прокачав персонажей возможности пересобрать уже взятые навыки Ну, нет такой возможности Так что, с самого начала стоит думать о том, какую роль, какой персонаж будет отыгрывать в отряде И изначально уже и качать его в этом направлении Особенно это актуально для высокой сложности, понятное дело Да и сами по себе бои на высокой сложности довольно-таки сложные, что логично Поэтому ты должен вручную брать на себя управление всем отрядом, следить за ходом боя И применять умения людей в отряде, исходя из того, как этот самый бой сложится Что не может не радовать, само собой Тактики в первом Dragon Age более чем хватает Не получится просто взять и включить автобой и проходить автобоем все битвы Приходится управлять вручную Ну, понятное дело, это касается именно максимальной сложности Dragon Age, хоть и игра в реальном времени Но на максимальной сложности она превращается в пошаговую тактику Поскольку ты регулярно будешь включать паузу И на паузе уже будешь раздавать приказы всему отряду В общем, очень много микроконтроля И приходится очень много думать И это хорошо, разумеется А вот в последующих частях Dragon Age Сражения от микроконтроля Ушли к больше, скажем так, зрелищности К прохождению автобоем Без какого-то напрягания мозгов вообще Именно поэтому я вторую и третью части Dragon Age Считаю шлаком тем еще на самом деле Ну, поскольку что вторая, что третья части Очень сильно упрощены Видимо, в угоду более широкой аудитории В итоге и широкой аудитории Вторая, третья часть Dragon Age Не особо-то зашли И при этом старые фанаты разочаровались в серии Ну, из-за ее тотального опопсения, скажем так И в конечном итоге студия BioWare Которая являлась чуть ли не основателем жанра партийных RPG Скатилась на самое днище И выпускает какой-то совсем уж попсовый шлак И игра Dragon Age Origins была, по мне, последней хорошей игрой От этой студии Такая вот печальная история Хотя, с учетом покупки студии BioWare Студии Electronic Arts Я не удивлен на самом деле Я бы, наоборот, даже удивился Если бы после этого BioWare бы не скатились на днище Хе-хе Вон те же Blizzard после покупки их студии Activision Вообще делают Diablo на мобилке Вкратце о том, почему современные игры находятся там Где они находятся Ну да ладно, что-то я отвлекся немного от основной темы Ну и вкратце, если подводить итог по боевой системе Dragon Age Origins То, как по мне, боевая система в этой замечательной игре Почти идеальна И именно так и должна выглядеть Боевая система В партийной RPG Бои очень сложные И очень интересные И с врагами сражаться, в принципе, не надоедает Сражений в этой игре очень много По прохождению Dragon Age Origins Если глянуть статистику То побежденных противников там будет то ли 5, то ли 6 тысяч Ну, в общем, очень много, скажем так Ну, а говоря про сюжет Dragon Age Origins Стоит иметь в виду то, что это Dark Fantasy Ну, то есть, хоть и фэнтези Но при этом куда более жестокое Кровавое и мрачное По сравнению с обычными фэнтези-произведениями Вон тот же Ведьмак, например Также является Dark Fantasy Ну, это так, для сравнения просто Важно то, что в Dark Fantasy Показанная действительность обычно довольно-таки Мрачна и депрессивна А показанные персонажи довольно-таки порочны В большинстве своем В общем, в сюжете Dragon Age Как и в сюжете Игры Престолов Нас ждет история С кучей вот это Поворотов, предательств, внезапных смертей персонажей И всего такого Нравится? Ну, а глобально сюжет Dragon Age Рассказывает про очередное спасение мира От надвигающейся угрозы Но рассказывает чуть в более мрачных тонах По сравнению с обычными фэнтези Как раз-таки из-за специфики жанра О которой я уже упоминал Но спойлерить не буду Поскольку вдруг кто-то решит с игрой ознакомиться После этого видоса Ну и еще мне очень нравится то, что Dragon Age Origins Обладает очень таким, знаете, прописанным и проработанным лором В общем-то, для подробного описания лора игры Существует аж отдельный кодекс Который довольно-таки интересно бывает почитать Ну и в целом Сам лор у игры тоже довольно-таки Дарк-фэнтезийный Ну смотрите, маги во вселенной игры Живут в вечном заточении Из-за того, что они в любой момент Могут превратиться в неведомую Одержимую хрень Убивающую все вокруг Эльфы во вселенной игры Были практически уничтожены людьми И в итоге живут у людей в рабстве Дворфы Как обычно, откопали То, что не следовало откапывать И тоже, по сути дела Почти уничтожены Ну и так далее В общем-то, про уникальный лор Dragon Age Тоже можно рассказывать очень долго Но я в этом видео Не буду этим заниматься Скажу, что и лор, и сюжет у этой игры Очень крутые И тоже, хотя бы Стоит того, чтобы с ними Ознакомиться Ну и что Давайте, что ли, закругляться понемногу Если подводить итог То Dragon Age Origins Это отличное Дарк-фэнтезийное Партийное РПГ С очень сложными Интересными И, главное, разнообразными Сражениями Ну и прибавьте к этому Отличную боевую систему Которое Почти идеально для игр Этого жанра Все персонажи В бою Делают именно то Что они и должны делать Исходя из своих классов Ну а исход сражения Зависит от того Насколько правильно Ты персонажей прокачал И от того Насколько правильно Ты отдаешь им Команды В ходе боя В общем-то От прохождения Dragon Age Origins Я получаю Настоящее удовольствие И думаю Как раз таки С этим самым удовольствием Пройду эту игру И еще раз Почему бы и нет Даже спустя Аж 10 лет Dragon Age Origins Играется Просто замечательно Что уж говорить А еще в Dragon Age Origins Отличное музыкальное сопровождение Тоже стоит отметить Ну да ладно На этом у нас на сегодня все Надеюсь видео было кому-то интересно И всем спасибо Всем до свидания Субтитры сделал DimaTorzok